Федеральный закон об органической продукции вступил в силу. На базе Роскачества был создан центр компетенции в этой области. Мы действительно очень хотим, чтобы нам не было стыдно за этот вид нишевой продукции. Я считаю, что это важнейшая растущая в мире ниша в сельхозпродукции. Она достойна того, чтобы она развивалась. Развивается органическое производство и в Мордовии. Максим Протасов рассказал, что к сентябрю 2022 года республика в числе регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции в стране. Сейчас их в регионе шесть, что позволило Мордовии занять четвертое место среди остальных субъектов РФ. Сертификацию прошел ряд крупных предприятий республики. Среди них ликероводочный завод «Саранский», предприятие «Биосфера», спиртовой завод «Кемлянский», а также «Саранская детская пищевая станция». Также в шестерку вошли крестьянско-фермерские хозяйства Валентина Крючковой и Татьяна Лапшиной. Все они могут производить органические молочную и растительную продукцию. В числе прочего на встрече речь зашла о повышении эффективности бизнес-процессов в организациях. Помощь в этом оказывает Роскачество в рамках конкурса на соискание премий правительства России в области качества. Самый главный смысл это то, что предприятие само оценило качество своих процессов. Предприятие прошло обучение. На предприятии появились специалисты, которые в хорошем смысле заражены идеей качества, которые изнутри улучшают качество процессов. Предприятие прошло аудит со стороны экспертов Роскачества и получило на стол руководителю предприятия, акционерам предприятия, по сути дорожную карту по улучшению качества процессов. Максим Протасов находится в Саранске по приглашению главы региона Артема Сдунова. Руководитель Роскачества планирует посетить ведущие предприятия Мордовии. Одним из первых он осмотрел ликероводочный завод «Саранский», оценив все звенья производственного цикла, оборудования и технологии. Ирина Радайкина, Народные новости.